Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Как бы не так, выбраться из полыни самостоятельно весьма сложно, особенно если лед очень тонкий. На помощь должны прийти очевидцы и, конечно, служба спасения. Утопающего спасли. Вторая учебная точка – это забор. Показываем, как осуществляется забор с пирсов. И третья учебная точка – это обслуживание ГТС перед паводковыми мероприятиями. От беды не застрахован никто. К большому пожару может привести, к примеру, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание. Поэтому работа у пожарных есть всегда. На Сиваше они провели отработку забора воды из водоема. Мощности такой машины хватает всего на 5 минут тушения пожара. Поэтому важно, чтобы поблизости были вот такие пожарные пирсы, чтобы иметь возможность заполнить автомобиль водой снова и продолжить тушение пожара. С наступлением весны увеличивается риск возникновения паводков. Снег и лед тают, а уровень воды в реках и озерах повышается. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы гидротехнические сооружения на водоемах функционировали, а также регулярно проверять уровень воды. Один раз в неделю постоянно спасатели приезжают сюда, осматривают все прочее, чтобы не было никаких мусор. Там все это с водоема идет и может задержать воду, спуск воды. Вот видите, он идет. Постоянно идет спуск воды для того, чтобы не переполнялся водоем. Однако, чтобы всегда быть готовыми прийти на помощь, спасатели должны быть во всеоружии. И здесь важно обновлять материально-техническую базу. Мы вручаем вам технику, форт. Это вам очень важно и нужно. Давайте усиливаем материально-техническую базу, чтобы вы всегда локализовали и ликвидировали любую форс-мажорную ситуацию на территории района. Это первая машина в арсенале спасателей с полным приводом, что значительно облегчает подъезд к труднодоступным местам. К тому же автомобиль оснащен необходимым оборудованием. Эта машина оборудована лебедкой мощностью 5 тонн. В ней уже установлены профессиональное аварийное спасательное оборудование. Гидравлический инструмент используется в основном при ДТП. Это разрезание автомобиля и деблокировка пострадавшего, зажатого в машине, попавшую в ДТП. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».